Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Профилактика аллергии и астмы. В Анапе продолжают косить траву и уничтожать заросли амброзии. Санитарный порядок, торговля, парковка и безопасность под постоянным контролем власти Анапы. Пляжный патруль начал работать на курорте. Специалисты молодежного центра 21 век наблюдают, все ли детские группы находятся под присмотром взрослых. Внимание! Пожароопасный период. Установлен четвертый класс пожароопасности. Сейчас обо всем подробнее. Заместитель главы Анапы Алексей Харитонов провел заседание межведомственной комиссии. Главный вопрос на повестке дня – борьба с сорной растительностью на территории нашего муниципалитета. Наступает период активного роста и цветения амброзии, пыльца которой вызывают сильные аллергические реакции. Меры по уничтожению сорняка в том числе должны предпринимать главы сельских округов, руководители всех здравниц и частные предприниматели. Соответствующее постановление подписано главой города-курорта. Сейчас тоже всем ополчится, буквально всем предпринимателям, фирмам, колхозам, совхозам, людям частным секторам, организациям на борьбу с этим сорняком. Потому что борьба начинается, рост фельдхоз уже как бы на заметку это взял. Особенно касается вашего города, урока Ротзнапа, большое количество народа здесь отдыхает. И болезни аллергические, тут нам никому не нужны, лишние проблемы с медициной, с остальным. Поэтому мы начинаем работу с сорняком и надеемся, мы достучимся до каждого предпринимателя. У нас в планах есть проверки юридических и физических лиц. Также у нас есть внепланные проверки, куда мы выезжаем на территории, принадлежащие совхозам, колхозам. Будем обнаруживать сорняк и там уже мерами стративного воздействия. Что касается штрафа, в общем, на юрлицо это 5-10 тысяч, на ростове лицо это 500 тысяч рублей. Вопрос поставлен на контроль городских властей. Сотрудники управления сельского хозяйства, муниципального контроля проведут мониторинг и обозначат проблемные в этом вопросе участки. От амброзий в первую очередь должны быть очищены территории возле школ, детских садов, больниц. Буквально на следующий день после совещания наша съемочная группа совершила рейд в поисках зарослей сорной травы на территории города-курорта. Первая остановка в Виноградном парке «Слава» занимает почти 7 гектаров. Здесь много тенистых аллей и укромных уголков. Трава везде скошена. Территория школы также чиста от сорняков. С начала весны газоны и стадион убирали от сорняков трижды. До осени запланировано еще три покоса. То, что амброзия начинает, образно говоря, поднимать голову, в округе знают и взяли ситуацию под контроль. Тесно взаимодействуем с руководителями учреждений наших, образовательных, медицинских, чтобы они держали свою территорию в надлежащем порядке. Завтра состоится у нас совет общественности очередной, на котором как раз будет рассмотрен вопрос о начале произрастания амброзии. Подошло время активного роста. Поэтому будем разговаривать с нашими председателями ТОСов, чтобы нам давали информацию в кратчайшие сроки по тем нерадимым хозяям, которые не следят за своей территорией, ни внутри домовладений, ни прилегающей территории. Амброзия коварна тем, что ее семена могут лежать в почве годами и ждать благоприятных погодных условий, чтобы взойти. Это лето дождливое, и амброзия всходит повсеместно. Так что бороться с этим сорняком нужно не от случая к случаю, а одновременно всем и регулярно. В Анапе начались проверки законности подключения к электроэнергии, как объектов торговли, гостиниц и санаториев, так и частных домовладений. Факты безучетного и бездоговорного потребления стратегически важного ресурса будут пресекаться и наказываться. Незаконное подключение к энергосетям, особенно гостиниц и гостевых домов, может привести к печальным последствиям. Трансформаторы, не рассчитанные на такие нагрузки, могут попросту выйти из строя и даже перегореть. Курортный сезон – это пик обострения подобных ситуаций. Поэтому большая рейдовая группа специалистов «Кубань Энерго» в составе 12 человек из нескольких районов Краснодарского края и Адыгеи проводят плановые проверки. Задача перед персоналом поставлена проверка прибора учета у потребителей бытовых и коммерческих на предмет соответствия, документации технической, чтобы, соответственно, мощность и все остальные соответствия были приведены в соответствии с документами, которые выданы ранее. Если будет найден факт так называемого бездоговорного потребления, то есть незаконного подключения, говоря в простонародье, то будет составлен акт в неучтенном потреблении электроэнергии, то есть бездоговорное потребление так называемое. На основании этого акта будет начислен в соответствии с федеральными постановлениями будет начислен определенный штраф и акт передан юроделу. А с потребителем будет выдан наряд на отключение и данный объект будет обесточен. Специалисты «Кубань Энерго» будут проводить повсеместные проверки как частного сектора, так и гостиничных комплексов и здравниц в течение двух недель. Проверяться будут районы, которые имеют больше всех энергопотерь и которые больше всего перегружены по мониторингу электросетей, а также где чаще других выходят из строя трансформаторные подстанции. В Анапе в пляжный патруль вышли сотрудники молодежного центра 21 век. Волонтеры наблюдают, как организован отдых юных гостей курорта. Несмотря на то, что на каждой оборудованной пляжной территории дежурят спасатели-здравниц, дети не должны оставаться без присмотра взрослых. Палящее солнце, море, на пляже много отдыхающих. Именно здесь, на центральном пляже, прошел патруль. Особое внимание волонтеры уделили организованным группам несовершеннолетних детей, которых сопровождающие привезли на отдых. Специалисты Управления по делам молодежи, активисты интересуются, в каких здравницах, пансионатах и лагерях остановились дети. Ежедневно в утреннее и дневное время они мониторят пляжи Анапы, следя за санитарным состоянием золотого запаса курорта и наличием групп детей, отдыхающих без присмотра взрослых. В случае обнаружения таковых, задача патруля – выяснить все обстоятельства пребывания детей в Анапе. Также мы проверяем у них документацию на то, чтобы они проживали, приехали, есть ли у них сопровождающих, есть ли у сопровождающих материальные доверенности и прочие документы, которые гарантируют то, что дети, отдыхая в Анапе, будут безопасны, то есть что с ними ничего не произойдет. Безопасный детский отдых в Анапе под пристальным вниманием. Во избежание несчастных случаев автобусы с детьми сопровождают сотрудники ГАИ. Сопровождающие привозят ребят сами и расселяют в гостиницы. И часто в места, где нет разрешительной документации на проживание групп несовершеннолетних детей, перевозят ребят на частном транспорте. Мы спрашиваем, как они приехали, как они уедут. И все случаи выявления детей, у которых нет каких-либо документов, мы передаем в администрацию, которые уже выезжают и проверяют. Специалисты Управления по делам молодежи, активисты два раза в день патрулируют пляжи в городе и курортных поселках. За два дня выявили шесть делегаций. Большая часть – спортсмены из Москвы. Патрулирование пляжных территорий на курорте продолжится до конца курортного сезона. Инспекция пляжей, постоянный контроль санитарного порядка в городе и борьба с амброзией. На общегородском планерном совещании обсудили проблемные вопросы жизни Анапы. Глава курорта Сергей Сергеев поделился своими наблюдениями. Предпринимателей и рядовых жителей, действительно любящих свой город, видно по их делам, ухоженным дворам и газонам, чистой прилегающей территории. С них и надо брать пример. За добросовестные труды в связи с юбилеем на планерке поздравили главу Приморского сельского округа Василия Рогалева. О работе сотрудников полиции отчитался начальник отдела МВД Андрей Терехин. Участились случаи краш личных вещей. Преступники пользуются беспечностью отдыхающих и занятостью местных жителей. Из нелегальной продажи за две недели изъято более 9 тысяч алкогольной продукции. На курорте продолжают оказывать гуманитарную помощь украинцам. Ситуацию держат на контроле специалисты миграционной службы. Как можно остаться здесь проживать неопределенное время? Пока не захочется регулировать. То есть у них нет цели именно получить там статус беженца, потому что это влечет ограничения, соответствующие потом в дальнейшем выезде их обратно на родину. У них нет цели работать, потому что, как правило, у них деньги есть. Есть бережи. Да, есть бережения. Они приезжают сюда, как правило, к близким родственникам, к своим близким друзьям, знакомым. И поэтому основная позиция ихняя – это, чтобы здесь законно находиться. Потому что сейчас для иностранцев есть ограничения. 90 суток из каждых 180, и они боятся, что продолжить три месяца они могут попасть в разряд нелегальных находящихся. Пересмотрят функции и обязанности специалистов МФЦ. Окно, где принимают граждан по вопросам образования и электронных очередей, детские садики. Светлана Ярова обязала работать полный рабочий день. Сегодня в МФЦ оказывают 59 муниципальных и 64 госуслуги. В станице Гостогайской работает удаленное окно МФЦ. Специалист ведет прием три раза в неделю. За две недели принято свыше 20 пакетов документов в обработку. Дано более 40 консультаций. Сейчас изучают спрос населения для того, чтобы распространить этот опыт в другие отдаленные территории. Строго наказывать нарушителей, действующих самовольно. Это касается и застройщиков некапитальных объектов, и предпринимателей, размещающих рекламу. И одновременно поддерживать законопослушных анапчан. Сергей Сергеев привел в пример хозяина мини-гостиницы на улице Кати Соловьяновой. Гостиничка небольшая. Вот проекция до средней части, там где я уложил. Вырезана идеально. Это человек, который любит, любит свое домоводение. Создает удобство для гостей. Вот выясните, кто это, дайте мне. Кто это за гостиница, кто это фамилирусер. И зеленую улицу по полному. Обратить внимание на порядок на закрепленных территориях – задача для всех чиновников на этой неделе. Особое внимание стрижки газонов и профилактики распространения амброзии. По каждому факту нарушения этого правила на ответственных лиц составят протоколы об административных правонарушениях. Каждый район и улица Анапы должны выглядеть как в курортном городе – и в центре, и на периферии. И за этим должны следить все жители курорта. Анапчане – предприниматели, сотрудники городских служб. И к другим темам. Объявлен четвертый класс пожароопасности. В связи с этим специалисты Управления гражданской обороны и защиты населения напоминают жителям и гостям курорта правила обращения с огнем. Пора отпусков и пора отдыха – пора задуматься о безопасности. Лесные и ландшафтные пожары – как результат отдыха – частое явление. Избежать возгорания трагедий при пожаре можно, выполняя элементарные правила безопасности. В первую очередь действует правило такое – пожар легче предупредить, чем ликвидировать. Каждый, кто хоть на секунду берет зажигательный предмет в руки, он должен задать себе это правило, насколько он его будет соблюдать. Отдохнуть на берегу, в лесу или дома – законное право каждого человека. Но статистика упрямо доказывает – беспечный отдых заканчивается печально. Ежегодно в России примерно 18-20 тысяч гибнет при пожарах. Тоже здесь нет никакого лукаста, основной – это человеческий фактор и тоже это в основном состояние алкогольного опьянения. Все пожары, которые происходят в частном секторе или многоквартирных жилых домах – это несовлюдение элементарных правил по обращению с огнем. Курение в постели в состоянии алкогольного опьянения и так далее. Если он отдыхает в заказнике, в заповеднике, он должен поставить в известность администрацию людей, которые отвечают за эту территорию. Если эта территория малоконтролируема, то, значит, должен применить все правила предупреждения, а именно, если он хочет развести костер, значит, у него должны быть какие-то подпудные ему на данный момент приспособления, которые могут ликвидировать распространение огня. Это могут быть хлопуши, это могут быть ветки деревьев, это может быть простая канистра с водой. То есть, если вы уезжаете на природу, то маломальский запас воды у вас должен быть всегда с собой. В крайнем случае можно использовать огнетушитель, который находится в автомобиле. В сухую и жаркую погоду лучше воздержаться от посиделок в лесу с разжиганием костра. Это же правило действует и для романтиков, отправляющих в небо фонарики с желаниями. Неизвестно, где приземлится огненная мечта и какие последствия вызовет безобидное на первый взгляд действие. При пожаре, приняв необходимые меры для тушения, звоните 112 с мобильного. Телефон единой диспетчерской службы 32094 и 051 с мобильного. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.